Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие виды спорта можно бесплатно осваивать жителям Самары в рамках проекта «Самара в движении», где проводится физкультурно-спортивная акция «Выходные с ГТО». Кто может выйти на боксерский ринг на набережной Волги в Самаре? В нашей студии Дмитрий Чеканов, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самары. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Добрый день, Ян. Очень приятно оказаться здесь в этой студии, поговорить с вами на такие важные темы, как развитие спорта в нашем городе, соответственно, и рассказать жителям нашего города о том, что же происходит у нас, соответственно, где можно заниматься и становиться каждый день все более лучшей версией самого себя. Вот, кстати, если говорить об этом, давно заметил, что люди, которые вот хотят реально что-то делать, ну, в том числе заниматься спортом, бесплатно, мы сейчас говорим о бесплатных занятиях, вот на самом деле возможностей у нас очень много. Было бы желание найти, можно, ну, вот совершенно разнообразные виды спорта. И вот у нас есть такой проект, который уже не первый год далеко работает, не первый год, «Самара в движении». Вот если говорить об этом, какие виды спорта можно осваивать жителям Самары в рамках вот этого проекта? В рамках этого проекта мы осваиваем, развиваем, даже, скажем так, популяризируем различные виды спорта. В первую очередь, конечно, это те виды спорта, которые наиболее понятны, доступны и легко, как правильно сказать, освояемы, наверное, да? Ну, которым легко научиться, скажем так. Да, которым легко научиться. Конечно же, это один из самых популярных и новомодных таких трендов, это зумба, который собирает большое количество поклонников, к примеру, на нашей локации на пляже, где наша зона танцевальная, зона занятий составляет 225 квадратных метров, причем эта зона увеличилась в размерах по сравнению с теми размерами, которые были ранее, в 2020-2019 году. Все равно места уже не хватает. То есть людей приходит больше, больше? Людей приходит больше, да, на площадку на одну приходят заниматься уже от 200 человек и выше. Ух ты! Да. Ведут у нас занятия тренеры фитнес-центров, у нас очень хорошая коллаборация, хорошее взаимодействие со всем фитнес-сообществом нашего города. Мы взаимодействуем плотно не только с федерациями города, но и, соответственно, с фитнес-клубами. И тренер фитнес-клубов приходит и проводит тренировки. Тренировки абсолютно, как вы сказали, бесплатные. По видам тренировок это зумба, это стретчинг, это сайса, это йога, это функциональный тренинг в этом году у нас появился, потому что помимо наших таких групповых видов спорта на площади Куйбышева в этом году мы установили так называемый кроссфит-контейнер. И там тренеры фитнес-клубов, в частности, это у нас Амставфитнес и фитнес-клуб Гора, они проводят тренировки. Каждый день есть три тренировки групповые и есть время свободное для самостоятельных занятий любого желающего на этой площадке. По сути дела это такой мобильный спортивный зал, под открытым небом, в котором можно выполнить полный комплекс упражнений. Есть штанга, есть скамейка для жима, скамейка для пресса, соответственно, есть стойка для приседа, есть кроссовер, есть гири, канаты, различные уступы, хваты, даже груши есть. Поэтому любой человек может найти для себя функциональную тренировку по своему желанию и по своим возможностям. Я вот обратил внимание, вот если говорить для людей, ну скажем так, в возрасте, ведь по большому счету, вот то, что мы сейчас перечисляем, это такая вот, ну очень полезная для здоровья физкультура. То есть вот мы сейчас говорим именно об оздоровлении людей. То есть, ну тот, кто хочет заниматься спортом, то есть уже потом выступает на соревнованиях, это как бы отдельная история. А здесь это, ну такая веселая, зажигательная, как бы повышающая настроение физическая культура. Потому что что такое зумба, например? Ну мы когда-то помнили аэробика такая, ну просто новый вариант. Все помнят этих девушек в гетрах, которые в советские годы плясали по телевизору, да, а мы там танцевали под них. На самом деле, да, четко стоит разделять два основных понятия, и в нашей работе так и есть. Это спорт высших достижений, это тот вид физической активности, где ребята, соответственно, начиная там с малых лет и заканчивая уже более, такими, так сказать, возрастными категориями, занимаются этим видом спорта для достижения определенного результата. То есть они стараются победить на соревнованиях, стать лучшими в своем виде спорта и завевать максимально престижные награды. Есть физическая культура, это как раз средство оздоровления, где мы не гонимся за результатом, мы не стараемся доказать, что мы лучшие во всем мире. В первую очередь мы свои усилия направляем на свое здоровье, потому что спорт важен, спорт нужен, необходимо им заниматься, именно как раз физической культурой, потому что человек, который в состоянии заниматься спортом, который занимается регулярно спортом, он и чувствует себя лучше, у него там не болит спина, не болит голова, он постоянно гибкий, постоянно функциональный, он может в любой момент времени, соответственно, выполнить любую физическую задачу, не переживая о последствиях. У него настроение лучше, он работает лучше, кстати, это ведь, ну на самом деле, если так разобраться, в семье дела идут лучше, потому что он просто, ну, более веселый человек на самом деле. Ну не зря же в советское время пропагандировать зарядку по утрам. Ты проснулся, сделал зарядку, ты растянулся, ты взбодрился и пошел на работу уже с правильным настроением. Также, к примеру, после работы неплохо зайти в спортзал, чтобы спокойно выплеснить и переключиться с рабочего режима, на режим спокойный, как раз вот этот, да, через тренировочный процесс. Кстати, я сейчас вспомнил, ведь, если говорить о Советском Союзе, и великие советские поэты это очень пропагандировали. Ну, знаменитая песня Высоцкого про бодрость духа, грация и пластика. Маяковский, у него есть замечательные слова, я их люблю повторять, «Нет на свете лучше одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи». Это вот сейчас прям, ну, по-моему, нисколько не устарело. Нисколько не устарело. И вот, пожалуйста, возможности все есть. Возможности все есть. Очень радует, что сейчас в наше время, скажем, образ человека, который занимается спортом, это становится своеобразным трендом. Потому что ты выглядишь красиво, ты привлекаешь, в первую очередь, свое внимание, соответственно, внимание других. И это же здорово, тот человек, который занимается спортом. Причем, на самом деле, если так посмотреть, в первую очередь, спорт – это система, наверное, такой самой мотивации, система работы над собой. Потому что каждый раз, когда ты идешь на тренировку, а в некоторые моменты приходится заставлять тебя идти на тренировку. Да. Потому что бывает такой период, что ты два месяца позанимался, потом хочется все бросить и пойти полежать. И на самом вот этот момент, когда ты перебариваешь, ты совершаешь определенную работу над собой. И ты прогрессируешь. И, по сути дела, каждый раз ты совершаешь победу. И победу самую важную в своей жизни – это победа над самим собой. Над своей ленью, над своими комплексами определенными. Поэтому важно, неважно, каким видом спорт, будет ли это бег, будет ли это спортзал, будет ли это йога. Да, может быть, и обычная зарядка. Важно постоянно быть в движении. И не останавливаться в этом процессе ни на секунду, там, соответственно, до старости лет. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он как раз касается проекта «Самара в движении». Затем продолжим нашу беседу. Татьяна Пичугина – одна из участниц акции «Самара в движении». Она приехала из Челябинской области в Самару, чтобы отдохнуть и насладиться красотами города. Гуляя по набережной, увидела людей, занимающихся спортом на свежем воздухе, и решила присоединиться. Сказала, что так и узнала о спортивной акции, и теперь пробует разные направления. Во-первых, доступно, бесплатно, может принять участие любой желающий. И это очень классная идея. Мне понравилось в целом все. И проведение, и то, что даже коврики предоставляют всем желающим. Каждый день с 17.00 до 21.00 в парках и на пляже проходят групповые занятия по танцевальным направлениям. Танцы – это не только замечательная кардионагрузка, но и отличное средство для повышения настроения. Свежий воздух в любом случае очень полезен для здоровья. Танцы, они и пластику развивают, и музыкальность. Это весело. Даже больше… Как-то это более творческий процесс, чем просто занятие спортом. Поэтому я люблю танцами заниматься и преподаю танцы. Бесплатные занятия проводят профессиональные тренеры из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Посетить их могут все желающие на одной из четырех локаций. Площадь имени Куйбышева, набережная в районе Первомайского спуска, парк имени Юрия Гагарина и парк «50-летие октября». Акцию «Самара в движении» организовывает Департамент физкультуры и спорта администрации «Самары». Занятия будут проходить до конца лета. Вот я, кстати, о чем подумал, когда посмотрел этот сюжет. Вот это как раз туристическая привлекательность нашего города. Потому что у нас замечательный огромный пляж, которым действительно можно гордиться. Просто нам вот, наверное, мы где-то уже привыкли, примелькалось, и мы до конца не осознаем. И вот, пожалуйста, занятие спортом бесплатно, вот тебе возможность переодеться. Вот я, кстати, не знал, что коврики даются бесплатно. Это вот очень большой плюс. Да, на самом деле весь инвентарь необходим для тренировочного процесса выдается абсолютно бесплатно, потому что было бы странно приглашать людей на тренировки и требовать, чтобы они принесли с собой примерно тот же самый коврик. Поэтому на всех локациях, как было сказано в ролике, это у нас пляж на Первомайском спуске, парк Гагарина, парк Металлургов и на площади Куйбышева весь необходимый инвентарь предоставляется. В парке Гагарина у нас... А, в парке Металлургов у нас также установлены теннисные столы, в парке Гагарина у нас и шахматные столы, поэтому мы немножко так дифференцируем те виды спорта, которые дополнительно у нас присутствуют на каждой из локаций. В прошлом году у нас впервые появилась локация парк Металлургов, в этом году впервые в формате как раз именно групповых занятий заработала и площадь Куйбышева. И площадь Куйбышева у нас, кстати, теперь тоже отличается по локациям. На площади Куйбышева у нас есть две спортивные зоны. Одна спортивная зона для групповых видов спорта, а это спортивная зона, которая расположена ближе к улице Вилоновской. Там у нас установлено футбольное поле, три площадки для игры в стритбол и две площадки для игры в паннофутбол. Там также работает и раздевалка, в которую все спортсмены могут спокойно переодеться. Другая зона, это зона индивидуальных видов спорта, она расположена ближе к улице Красноармейская, там у нас скейт-парк, также у нас установлен кроссфит-контейнер, про который я сказал, воркаут-зона. Есть такое развлечение, как футбольный бильярд, мы его впервые опробовали зимой, вот эта локация работает. И локация для игры в городки. По выходным, каждый выходной, субботом с ксенией, у нас присутствуют инструкторы на этой локации. Игра в городке? А где? На площади Куйбышева, со стороны улицы Красноармейской. Поэтому все желающие, которые хотели бы приобщиться к этому замечательному русскому, исконно русскому виду спорта, они могут, соответственно, попробовать свои силы с профессиональным инструктором в эти дни. Относительно графика работы, на каждой из локаций у нас с понедельника по пятницу гарантированно всегда есть инструктор с 4 до 9, скажем так, парк металлогов и парк Гагарина работает именно в эти дни. Далее, выходные в парке металлогов перерыв. В парке Гагарина в выходные работают акции выходные из ГТО, про которые мы поговорим. Отдельно сейчас поговорим, да. Отдельно поговорим. А на пляже у нас тренировки идут на первом майском спуске с понедельника по субботу, а в воскресенье у нас посвящено дисциплине киберспорта. Поэтому с 4 до 9 федерация киберспорта проводит различные спортивные мероприятия, как по традиционным киберспортивным дисциплинам. Это футбол, это у нас хоккей, волейбол в этом году появился, соответственно, есть какие-то единоборства, так и по фиджитал-дисциплинам. И периодически мы также запускаем туда еще и виар-дисциплины. Поэтому находят отклик. В том году мы попробовали это впервые. Соответственно, очень понравилось жителям нашему городу, потому что на самом деле очень красивая и интересная картинка получается. Особенно, когда там комментируют матчи Дмитрий Губерниев в игре FIFA. Конечно. Поэтому, да, интересные, интересные, замечательные локации. И самое удивительное, что у нас каждый год у нас все больше и больше людей становится. Все больше и больше людей, которые начинают приходить на наши локации. И если мы говорим про туристическую привыкательность, забавно наблюдать, какое количество жителей наблюдает. И гостей столицы наблюдают за этими занятиями со стороны. Большое количество. Зрителей как раз. А это интересно. Да, это интересно. И, конечно же, большая заслуга ведущего, потому что всю эту аудиторию он также старается привлечь на площадку. Для справки, в прошлом году общее количество посетивших нашей локации составило 200 тысяч человек. Ух ты. Да, из них регулярно занимающихся, те, кто не менее двух раз в неделю возвращался на эту площадку, было порядка 25 тысяч человек. То есть те люди, которые систематически регулярно занимаются физической культурой и спортом. И все те люди, которые у нас, соответственно, приобщили к спорту в рамках этих площадок уже в холодное время года, ушли в те залы, которые им достаточно комфортны и близко к дому располагаются для возможного занятий. Тем видом спорта, которым полюбился в летний период времени. Не, ну потому что я подумал сейчас, на самом деле город весь охвачен. То есть вот тебе Металлург, вот тебе парк Гагарина, набережная, но она просто большая сама по себе, она длинная, там вариантов множество. Вот тебе площадь Куйбышев. Кстати, вот если говорить о набережной, есть такой совершенно замечательный проект, как бы самый большой поклонник его время, бокса. Вот кто автор идеи? Как он вообще появился? Здесь идея совместно пришла нам с Федерацией бокса. Два года назад мы совместно с ними сформировали зону для тренировочных занятий, для тренировок спортсменов, но не только спортсменов, которые занимаются в спортивных школах или секциях бокса, но также всех желающих. Она была установлена у нас ближе, наверное, к Лунарезу. Это была как раз ферма, на которой будут установлены подушки для бокса, мешки для бокса и, соответственно, там... Там турники, брусья, да. Турники, брусья. Нет, турников, брусья не было, но такие небольшие навесные, точнее. Это неполноценный ворковый комплекс, который появился в этом году году у нас впервые. В прошлом году мы поняли, насколько это популярна эта зона, насколько популярен проект, привлекает большое количество желающих. Поэтому мы переместили эту локацию и добавили туда еще и боксерский ринг. И Федерация бокса начала проводить на боксерском ринге различные открытые турниры, мероприятия, соответственно, матчевые встречи. Тоже была очень такая забавная, веселая картина, когда у нас в одно и то же время проходила тренировка по зумбе и проходил матч по боксу. И мы тогда смеялись, что боксер у нас боксирует под звуки зумбы. Поэтому, в принципе, было достаточно интересно, прошло хорошо, никто никому не помешал. И эта традиция продолжается и на этот год. В этом году также у нас эта зона. Плюс ко всему, мы зону единоборств, тренировочные занятия разбавили, добавили туда воркаут-зона. И я как не проезжаю, а локации я проверяю периодически, ну, как минимум там раз два дня я бываю на этих локациях, там постоянно кто-то занимается. Поэтому приятно видеть, что наша спортивная зона, она с каждым годом становится все более активной, более насыщенной и приобретает достаточно большую популярность. Если говорить в принципе про размер этой зоны, то я провел такие небольшие подсчеты. Протяженность нашей спортивной зоны на пляже составляет свыше 400 метров. Соответственно, и в ширину порядка там 25 метров или 30 метров. Поэтому большая, огромная. Я думаю, не большая, а огромная спортивная зона. Огромная, да. Там же есть и волейбол, там что хочешь, и пляжный футбол. Да, есть и волейбол, и пляжный футбол. Буквально вот в ближайшее время мы ждем, что приедет уже отыгранная нами паркур-зона и будет установлен паркур-парк на песке. Паркур-парк? Да, паркур-парк. Потому что федерация паркура, ребята у нас занимались стихийно, занимались они этим видом спорта. Также в районе, опять же, спускаем, как первомайского спуска, да, где там установлена старая лестница, не задействованная для маломобильных граждан. То есть они прыгали с нее, и мы решили, что это небезопасно, мы хотим сделать для них площадку, которая будет отвечать всем нормативам этой дисциплины, соответственно, будет безопасно и свободно для занятий. Ну, а возвращаясь к теме бокса, да, очень большой вклад здесь сделала федерация бокса. Они молодцы. Они большие молодцы, да. Меня очень радует то, что у нас с ними, с ними в частности, да, но, в принципе, со себя федерацией у нас очень хороший контакт, и многие проекты мы реализуем вместе. Также вот помимо федерации бокса у нас есть федерация футбола, которая организует пляжный футбол, федерация волейбола у нас присутствует на волейбойных площадках, федерация тенниса – это пляжный теннис, федерация регби, соответственно, там у нас есть поле для игры в регби, федерация киберспорта, понятно, как и говорим, на этой локации, да, но, пожалуй, зачинщиками, да, именно была федерация боксов. Так вот. Ну да, они примеры. Да, они подарили примеры, в самом причине. И я, кстати, вот о чем подумал, если говорить, опять же, о возвращении к традициям, ведь вот традиции этих публичных, таких открытых боксерских матчей, они, собственно говоря, когда-то были у нас в России, то есть они были еще до революции, они были после революции, потом вот эти знаменитые выступления в цирках, когда боксерские матчи, они собирали, ну, просто огромное количество народу, и люди, собственно говоря, пример-то видели вот этот вот, вот этот пример, они понимали, вот кто является действительно настоящим сильным человеком. Это, конечно, замечательно, потому что это воспитательный момент, очень большой воспитательный момент. Да. Для детей. Согласен. Поэтому у нас по большому счету все, что мы сейчас зачитываю, все, что мы делаем, это иногда мы вспоминаем хорошо забытые старые. Да. Да, как, опять же, если вернуться к нашему комплексу ГТО, про который мы также поговорим чуть позже. Да, вот как раз. Та самая хорошо забытая старая дисциплина, которая была у нас, культивировала в Советском Союзе, возродилась в 2014 году посылом нашего президента и начала развиваться уже науключение. Вот давайте как раз о ней поговорим. Да, вот как раз подача президента России Владимира Владимировича Путина, у нас она развивается активно, а причем мы до конца, вот я в этом году столкнулся с ней, ну, достаточно плотно, мы до конца, может быть, даже не понимаем, насколько это классная дисциплина, насколько там все грамотно собрано. Я когда вот внимательно просмотрел все, для того, чтобы сдать на золотой значок ГТО, нужно быть, ну, действительно, физически очень хорошо развитым человеком. И вот если об этом говорить, вот проект, акции, точнее, выходные из ГТО, вот какие цели, как появилось и как работает? Для нас одна из важных задач, ну, конечно же, это государственная задача, в том числе развитие популяризации из культурно-спортивного комплекса, готов к труда и обороне, возрожденному как раз президентом России Владимир Владимирович Путиным. Это наша ключевая задача. И как раз в рамках популяризации этого направления, потому что, как я говорил, все то новое, это хорошо забытое старое, далеко не все были знакомы с нашей историей, как раз с историей становления этого комплекса. А в свое время в Советском Союзе каждый уважающий себе советский гражданин должен был иметь знак отличия ГТО, как тогда называли значкисты. Ну, в принципе, и сейчас это также оккультивируется. По сути дела, что такое ГТО? Человек, который способен выполнить нормативы ГТО даже на бронзу, а уж не говоря про золото, это человек, который систематически занимается физической культурой и спортом. Надо уметь хорошо подтягиваться, отжиматься, надо быть достаточно гибким для того, чтобы дотянуться до этой нижней отметки, соответственно, и физически развитым. Поэтому, в общем-то, по большому счету комплекс готовится в образный такой маркер того, насколько человек влечен в занятия физической культурой. Мы не говорим про спорт высших достижений, да, а среднестатистический человек, к примеру, моего возраста, он, если он будет подтягиваться 10 раз, как это есть у нас в нормативах, то это будет говорить о том, что он большой молодец. Плюс пробежать, там же надо бегать хорошо. Да, плюс надо бегать хорошо, то есть у него, соответственно, все хорошо с физиками, все хорошо с гибкостью, у него все хорошо со скоростью, потому что есть и спринтерские дистанции, есть, соответственно, и бег на время. Поэтому акция выходных ГТО как раз и у нас родилась, исходя из того, что мы пытаемся понять, каким образом привлечь людей, замотивировать людей. Потому что сейчас для того, чтобы человеку сдать нормативы ГТО, необходимо, ну, в обычное время, если мы не говорим про летнее время, необходимо записаться, скорее всего, на какой-то фестиваль, потому что как такового центра, где можно было бы все сдать в одном месте здесь сейчас, ну, то есть прийти по желанию, у нас в Самаре, но в рамках наших муниципальных возможностей нет. И поэтому, если мы хотим, чтобы человек, ну, то есть, если даже не мы хотим, а если человек хочет получить знак отличия, ему надо, необходимо понять, в какое время проходит фестиваль ГТО, соответственно, записаться на этот фестиваль ГТО, прийти и сдать все нормативы. Если в прошлом году мы такие фестивали проводили раз в сезон, раз в квартал, в этом году у нас было принято решение проводить такие фестивали каждый месяц, в зимний период времени они проводятся у нас, ну, в холодное время года они проводятся в Дворце спорта и легкой атлетики, потому что там площадка позволяет, по сути дела, сдать все необходимые нормативы. Сейчас, в этом году у нас наконец-то запустился и заработал бассейн в Кубжевском районе, и учитывая, что у нас один из центров находится на стадионе «Нефтяник», то в рамках как раз этого объекта, который находится рядом со стадионом «Нефтяник», у нас тоже появилась возможность принимать все нормативы в одном месте, чем мы и занимаемся в текущий момент. А акции выходные с ГТО – это так называемый своеобразный буфер в летний период времени. Мы понимаем, что у нас пар Гагарина – прекрасное место, в котором есть все необходимые возможности для того, чтобы заниматься самостоятельно физической культурой и спортом. Там есть, соответственно, беговые дорожки, там есть турники, там есть футбольное поле, там есть баскетбольная зона, там есть возможность поиграть в волейбол. И поэтому, установив там необходимое оборудование, соответственно, у нас там стоит перекладина для подтягивания, стоит скамейка для отжиманий, скамейка для пресса, причем скамейка для отжиманий у нас со специальным датчиком, чтобы можно было отслеживать количество отжиманий. В общем, любой человек, который может прийти на месте, помогут зарегистрироваться, будет получить уникальный идентификационный номер, УИН, так называемый, который необходим для участия в этой системе. И там же приступить, либо приступить к сдаче комплекса, норматива комплекса готова, либо же выполнить за один присесть. И многим инструктора помогают для того, чтобы человек, незнакомый с этим комплексом, понял, как его сдать, и причем сдать его на высшую отметку, в частности, на золотой знак отличия. И там я вот обратил внимание, если говорить об инструкторах и судьях, это грамотные учителя физкультуры, вот я с ними просто поговорил, которые действительно хорошо знают, ну, вот эту всю систему. И я обратил внимание, они очень хорошо помогают. Они очень хорошо помогают сдающим. Почему? Потому что, например, когда человек бежит 3 километра, ну, или там тысячу метров даже, то есть это не просто вот нажал секундомер и потом еще раз нажал, когда он прибежал. Они ему говорят время. Допустим, вот ты пробежал круг, твое среднее время, тебе, если ты хочешь пробежать на золото, нужно прибавить. Или ты укладываешься, бежи в этом, беги в этом же ритме. То есть это, на самом деле, очень-очень-очень полезно и очень хорошо организовано. Вот тут могу только похвалить людей, которые там работают. Да, у нас работают замечательные персональные специалисты, которые за свое дело радеют душой, соответственно, также за здоровье тех людей, которые занимаются этим видом спорта. И важно каждому человеку, который занимается этим делом, соответственно, мы говорим либо просудили про тренеров, привить любовь к занятию спорту, не испугать человека. Поэтому необходимо поддерживать на каждом этапе его, как тренировочного процесса, соответственно, так и уже непосредственно сдача нормативов ГТВ. Ну и вот время программы подходит к концу. Вот последний вопрос. Еще чуть больше месяца лета впереди. Какие будут еще летние спортивные мероприятия в Самаре? У нас достаточно активный, насыщенный летний период времени и богатый на события. Очень много событий у нас приходится на август. В августе у нас, ну, конечно же, будет День физкультурника. Очень большое количество мероприятий ожидается в рамках этого мероприятия. У нас состоится кросс-кантри, веломарафон, кросс-кантри наркотикам нет, вибрая велосипед, который пройдет у нас на базе Чайка, это лыжная база Чайка. У нас пройдет традиционный фестиваль пляжных видов спорта Комус Open Fest. Будет фестиваль пляжных видов спорта Золотые пески. Также у нас в августе состоится забег, это марафон на кубок главы города. Сейчас как раз прорабатывается вопрос трассы, соответственно, и происходит регистрация всех участников, потому что это одно из самых излюбленных событий, которое обладает большим, даже небольшим, огромным туристическим потенциалом, потому что с каждым годом все больше и больше гостей приезжает к нам в город для того, чтобы пробежать дистанции, спортивные марафонские дистанции по красивейшим видам, потому что, мне кажется, Самара очень красивая, с моей точки зрения, самый красивый город в России. Ну, сложно было бы мне, наверное, жителю Самары не хвалить наш город. Конечно. Да, но это заслуженно, да. Наша набережная великолепная, наша площадь Куйбышева самая большая в Европе. И все вот эти достопримечательности, как раз они открываются людям в процессе занятия спортом. Поэтому это замечательное событие, да, и я всех желающих приглашаю принять участие. Тем более, что у нас есть дистанция, называется она Самарской миле, 1586 метров, на которой может зарегистрироваться любой желающий, пробежать и получить свою заветную медаль. Но, помимо того, удовольствие, короче, мы получим, в принципе, от этого спортивного события, праздника. Ну да, это как раз и есть тот самый массовый спорт, о котором мы говорили, то есть та самая физическая культура. Потому что 1586 метров, ну это, в общем, по большому счету, доступно практически каждому человеку. Практически в нашей летней активности станет у нас Самарский фестиваль фитнеса, который у нас пройдет также на локации, где у нас проходит Самар-движение на Первомайском спуске. Соответственно, все фитнес-центры, все федерации в этот день соберутся для того, чтобы рассказать максимум о себе, о тех возможностях, которые есть у жителей нашего города как раз в тот период времени, когда наша акция, ну в силу погодных причин, не может быть реализована на наших общественных пространствах. И я очень сильно рассчитываю, что на следующий год мы сможем реализовать еще две новых локации, потому что у нас неохваченными остаются два района, это Кубышский и Красногринский. Поэтому по планам мы надеемся охватить и эти локации, запустить там тоже свои спортивные зоны. В парке в сквере имени Кузнецова на Красногринском районе и в Кубышском районе это Ерехпарк. Поэтому как у нас только появится определенное понимание и мы оценим свои финансовые возможности, соответственно всем жителям мы обязательно сообщим о том, где у нас еще будут проходить дополнительные занятия. Большое спасибо и увидимся на спортивных площадках нашего города. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Чеканов, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара. Занимайтесь спортом, пока есть хорошая погода, этим нужно заниматься на улице. До свидания.